Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях иностранный агент, особо опасная персона, друг Ротшильда, Фрайкфеллера, Сороса и Билла Гейтса, человек с красным галстуком и красным мышлением. Миролюбивый левак Евгений Ступин, привет! Да, привет, Паша, здравствуйте, друзья! Женя, ну, ты сейчас, как человек, находящийся за границей России, и в то же время не относящийся к команде какого-нибудь там экстремиста-террориста Навального, можешь довольно интересно высказаться о том, что сейчас наблюдаешь. Все-таки со стороны оно многое виднее. Как тебе предвыборная кампания? Как тебе кандидаты? Я прочел, что уже 16 выдвинулось, уже там муфти какой-то выдвинулся на выборы. Расскажи, пожалуйста. Слушай, по поводу муфти эта информация непонятно, кто это, но по поводу тех кандидатов, которые более-менее на виду, наверное, лучше их прокомментировать, да, которые, по крайней мере, заявляют о претензиях на хоть какую-то борьбу. У нас, получается, сейчас Луцкий выдвинулся от ЛДПР. Ну, там все ясно, я думаю, да, то есть ЛДПР абсолютно... Ну, еще бы. Причем параллельно с выдвижением из Совета партии были выкинуты там Ярослав Нилов, один из самых активных таких депутатов. Ну, короче, конкурентов зачищаем. Луцкий боится как бы вообще ворваться в Россию будущего. Ну, естественно, у него, понятно, харизмы-то нет, особенно в сравнении с Жириновским. И, естественно, партия вождистского типа сама, в отличие от КПРФ, например, где нет, несмотря на то, что Зюганов там сидит 30 лет почти уже, да, там вождизма как такового-то нет. А здесь есть... И когда вождь ушел в мир иной, соответственно, таким авторитетом стало понятно, что никто уже не обладает. И сейчас, конечно, его администрация президента протаскивает, но видно, что это вызывает неудовольство. Но сам он абсолютно зависимый от власти, и, соответственно, от него ждать каких-то... какой-то борьбы, чего-то, естественно, не приходится. Я думаю, что максимум, на что он способен, на какие-то апатажные действия, связанные с тем, чтобы всем рожать по приказу, там все запретить и там еще попрестовать кому-нибудь, может, как раньше. Ну, это что касается Сулцкого. Второй кандидат... Так, ну еще есть у нас один кандидат. Давай уж... Ближе к сути. Путин выдвинулся. Как тебе его последние выступления? Он что-то на эту неделю прям просто не остановить. Прямая линия и пресс-конференция. Коллегия Минобороны. Выступление перед Советом Законодателей, то есть Госдума Совета Федерации. Еще он вручил награждение героям. Еще про его выдвижение он заявил с ветеранами Донбасса. Короче, выступление за выступлением. И все время какие-то лозунги, какие-то обещания. Аборты тема ему не понравилась, а вот борьба с мигрантами ему понравилась, как предвыборной тематики. Что ты ждешь? Будут ли какие-то реальные перестановки после выборов или перед выборами? Ну, надо по закону жанра хотя бы какого-нибудь плешивого губернатора отправить в отставку или там какой-нибудь там взяточника генерала объявить во всем виновным. Ну, у тебя есть от Путина какие-то ожидания? Или вот как-то вот серо, ни шатка, ни валка, скучно все это будет проходить? Это будет скучно. Они сейчас пытаются какую-то интригу навязать. Но это понятно, что с мигрантами, это антимигрантская тема. Понятно, что только на период выборов. У них огромный дефицит рабочих рук. Просто огромный. Набиулина в очередной раз сейчас при повышении ставки ключевое об этом и говорила. То есть, естественно, не будут они от мигрантов отказываться, потому что куча людей на войне. И, естественно, он и так был, этот дефицит рабочих рук, в принципе. Потому что сейчас поколение заходит, которое мало рожало. И они его еще усугубили. То есть, своей социальной политикой самое главное. Разрушение медицины, всей социальной инфраструктуры, нищетой тотальной. И теперь еще и вот так называемое СБО начали. И еще туда миллион человек ориентировочно уехал. То есть, я имею в виду не только военнослужащих самих. Ну, понятно, там обслуживающий персонал, технические работники. То есть, вот еще и там мы теряем, и неизвестно, сколько будем терять. Если с точки зрения экономики смотреть, то там вот это невозвратные потери для экономики. Ну, соответственно, понятно, что будет хуже, и к мигрантам они будут обращаться все больше и больше. Все больше и больше. То есть, это все, это просто ляпистость такая. Почему Путин сейчас так много говорит? И я думаю, что хочет показать, что он не в холодильнике, чтобы окончательно вот это все забыть. Вот эти все слухи Валерия Соловья. И, ну, показать, что он еще может. Вот ему 71 год, я напомню, 71. И вот, что вот он еще на 6 лет как-то сгодится. Когда у него срок закончится, он будет 77. Вы представляете, он, наверное, 30 лет будет править уже к тому моменту. Это просто полная жесть. Это мы в какую-то монархию вообще впали. И если все это вот так вот состоится, то, конечно, ну, я думаю, что не досидится, конечно, до 30-го года. Ну, вот сейчас опять, например, активизировались слухи о том, что должность, как там это, отец нации, глава, председатель государственного совета, такая должность может появиться. Это то, что обсуждалось, когда продавливали поправки Конституции, знаменитое голосование на пеньках, лавочках и в багажниках машин. Как ты видишь такой вариант? То есть появляется президент, типа преемник, но на самом деле все решения теперь не за президентом, а за главой госсовета. То есть у нас люди тоже вот так вот уперлись рогом в эту должность президент, хотя во многих странах президент это чисто такая номинальная должность, какой-нибудь в Венгрии. Президент это ничто, премьер другое дело. Канцлер Германии. Но у них же есть президент, у них президент там этот Штайнмайер, он и при Меркель был, и при Шольце. Ну это вообще несравнимое влияние на германскую международную политику. В Израиле тоже. Премьер-министр все решает, а президент, ну там что-то высказывается иногда. Ну церемониальную функцию больше. Смотри, я тоже считаю, что на текущем этапе, когда все-таки, наверное, невозможно сразу перейти к социализму у нас, да, при той ситуации, которая есть. Поэтому на текущем этапе идеальным вариантом была бы парламентская республика в России, при которой действительно основная власть была бы у премьер-министра. Ну президент, наверное, тоже должен властью обладать для, скажем так, какого-то паритета, это тоже, наверное, полезно. Но большие полномочия должны быть также на уровне местного самоуправления и на уровне региона, реальный федерализм. Безусловно, и судебная власть должна получить также большие полномочия реальной независимости, чтобы отзывать судьи могли только граждане, своим голосованием. И вот в этом случае, когда у нас будет много центров власти, это не будет хаос, это будет баланс. Так происходит в развитых демократиях, где люди живут намного лучше нашего, и при этом там меньше ресурсов. Не потому что там люди какие-то особенные, нет. Просто там, когда чинуша хочет что-то своровать или злоупотребить в свою пользу, другие чинуша, да, такие же вороватые, но вот поскольку они могут уравновешивать друг друга, они изобличают друг друга и боятся изобличения. И именно из-за этого страха изобличения они боятся, соответственно, совершать какие-то правонарушения. У нас ничего не боится. У нас, если ты близок к первому лицу как-то, да, если ты олигарх, геребаска, вельксельберг или этот... Слушай, наоборот, боятся и вовы. Для меня такое ощущение, иллюстрация «Король голый» было, когда Путин встретился с лидерами думских фракций. То есть вот у него только что состоялась прямая линия, он несколько часов, сколько там, 3-4 часа общался с журналистами, ему задавали самые разные вопросы, прислали видеоролики, и вот он встречается, значит, Зюганов говорит, почему ты без шапки гуляешь? Слушай, это такое позорничество, это просто, я не знаю, но это как так можно унижать? Снимай красный галстук, снимай. Под 80, да, ну какое-то достоинство-то иметь. Зачем так лизать заднее место-то прям в этом при народе-то, при всем в стране? Слушай, а потом выступает этот лидер новых людей, Нечаев. Лучший друг олигархов. И он говорит, Владимир Владимирович, а вот люди жалуются, они должны были заплатить утильсбор 5 тысяч рублей, а вот резко они теперь должны 570 тысяч рублей. И Путин такой, да, это прям вот столько заплатил, и прям вот рожи корчат, вот такое лицо делает. Почему за 4 часа ему побоялись это сказать? Почему? Чтобы Нечаеву было что спросить оставили режиссеры? Или журналисты просто боятся говорить о реальных проблемах? Ну то есть король-то голый, ему боятся об этом сказать, о реальных проблемах. Я вот читаю новости, я все время задаюсь вопросом, он реально не в курсе? В какое-то время мне казалось, да нет, он точно в курсе. Теперь я опять сомневаюсь, уже у меня крыша едет, когда я на это все смотрю. То есть новости приходят, ну вот слушай, Москва не готова, Россия не готова к снегу зимнему. У нас тут мужики стояли перед входом в военкомат, упала глыба льда, один уже умер. Ну да. И это не единственная смерть от снега, которую мы сейчас наблюдаем. Мы не, ну как бы у нас катастрофа ни одного вопроса по этой теме. Все нормально. Сделаем вид, что все хорошо. Слушай, вот у тебя оттуда, вот сейчас ты уехал, мы с тобой это уже обсуждали, что ты сможешь в принципе вернуться, когда в России что-то начнет реально меняться. Ты как вот на данный момент считаешь, когда это произойдет, как это произойдет? Да слушай, ну это на самом деле как гадание на кофейной гуще во многом. Я надеюсь, надеюсь, что в следующем году начнутся какие-то перемены. Начнутся. К сожалению, по моему прогнозу, они начнутся не от хорошей жизни, а от очень плохой жизни. Потому что, ну мы все реально понимаем, что Путин переназначится в марте. Да, у нас есть какие-то локальные задачи поагитировать. Хорошая формулировка, переназначится, то есть сам себя переназначат. Да, у нас есть локальные задачи, пользуясь тем, что какая-никакая процедура вот эта имитирующая идет, и надо все равно обсуждать с людьми, соответственно, нужен нам Путин еще на 6 лет, не нужен, одобряем мы его политику, не одобряем. С точки зрения агитации это все полезно. Это нужно обсуждать, и все равно желательно сходить на эту процедуру, свой голос высказать и сагитировать других, чтобы люди поняли, как это все выглядит. Потому что многие действительно еще думают, что у нас демократия. Вот кто политикой не интересуется, кто считает, что сейчас власть должна какие-то ништяки перед выборами раздать, и люди реально думают, что он худо-бедно как-то, да, конкуренция, вот просто КПРФ там, Зюганова выдвигает, так бы выдвинули кого-то нормального, нормальная была бы конкуренция. Но я почему говорю, что после вот этой процедуры наступят совсем тяжелые времена. Мы видели вот эту статью Бильд. Ее никто не опровергал, кстати, в Кремле. О том, что Путин планирует воевать до 2026 года. И планирует он завоевать в том числе Харьков, Херсон, Днепр. На минуточку, это миллионники. Харьков, Днепр, это миллионники. И вы представляете, сколько вот даже тут за Бахмут, за Авдеевку сейчас боремся уже не первый месяц, да, сколько там людей уже полегло с обеих сторон. А то Харьков брать. Ну, Зужа, это такая история. Вот как же начиналась спецоперация? Это, казалось бы, уже секрет Палешинеля, но и то многие упустили этот момент. Давно, как бы, было рассказано, многие люди сами проговорились уже, что они были в составе колонн, которые шли на Киев. То есть был конкретный план. Мы входим в Киев. Украинская элитка, объединившись бодро вокруг кума Путина Медведчука, говорит, добро пожаловать, граждане, проводите, пожалуйста, у нас парад. Вот почему Херсон удалось быстро взять? Потому что там договорились с элитой. То есть херсонское руководство сказало, welcome, Russia forever. В других городах успели переиграть. То есть там логика получилась, ну вот примерно, часть, значит, паззлов в этой мозаике, они уже подтверждены, часть является какой-то попыткой реконструкции. Значит, в Америке было политическое противостояние. Трамп, Байден, короче, у них там, у Америки, есть только своя политика, им глубоко плевать, что происходит у всех остальных, кроме денежных потоков. Они попросили у Зеленского предоставить им компромат на Байдена, потому что Байден — это известные коррупционные схемы. Зеленский отказался. Американские республиканцы, которые курируют военные вопросы, они сказали, ну тогда, короче, мы на тебя зуб наточим. В какой-то момент русские пришли и сказали, а что если мы как бы вот что-то там устроим? Они сказали, да плевать нам на этого Зеленского, что хотите, то и делайте. И Зеленского Америка была готова сдать, поэтому долгое время американцы говорили, ну типа, плевать. Но украинцы успели договориться с англичанами, на Украине развернулись эти английские спецслужбы, они получили определенные там гарантии, поддержку и все остальное, поэтому Зеленский никуда не стал сбегать, он знал, что его поддержат, он знал, что Путину не дадут там быстро идти. Короче, когда русские туда пришли, оказалось, что не все так просто. И вот сейчас, когда слили эту информацию о переговорах, когда прямо в марте, в самом начале спецоперации были переговоры, уже и Путин, и Лавров, и все сказали, мы были готовы пойти на максимальные уступки. На тот же момент еще не взяли в состав России ни Луганск, ни Донецк, ничего. Только Крым, возможно, требовали признать. Вот до такого, что типа, мы вам кулаком грозим, вы обязуетесь все-таки исполнить Минские соглашения, предоставить гарантии Луганску и Донецку, вплоть до такого могло произойти. Мы могли полностью выйти с Украины, но англичане сказали, прилетел Джонсон, Борис, британский бывший премьер, и сказал, ребята, воюйте. Да, то есть нас просто переиграли. Я думаю, что сейчас логика примерно такая же. Они слабые, им уже помогать перестают, мы сейчас придем, они все начнут разбегаться, фронт просто посыпется, рухнет, это называется на военном языке, фронт посыпался, и предполагается, что таких боев, как за Бахмут, уже не будет. Они просто придут, окружат Харьков, все сдадутся, окружат Одессу, все сдадутся, празднуем победу, ходим парадами. Ну, я в это не верю. Что-то будет легкая прогулка, я в это не верю. Я думаю, что ослабления Украины будут, безусловно, это уже понятно, что помощь там иссякает, и понятно, что с мобилизацией там огромные проблемы, но, тем не менее, чтобы переломить, как бы именно переломить, не просто там несколько сотен метров выгрыз территории, а переломить и вот прям захватывать города, для этого нужны вот прям новые волны мобилизации. Ну, как без этого? То есть вот те мобилизованные, которые сейчас там, ну, мы все видим эти видеообращения, а Джон, самих мобилизованных, да, все, они физиологически, психологически, они устали, они не знают уже, куда деваться. Контрактники многие устали, которые, ну, есть те, да, кто, естественно, ну, относительно добровольно шел на СВО, а есть те, кто не планировал на СВО, то есть они заключали контракт на военную службу, потом раз это указ мобилизации, и все контракты автоматически продлены, и их отправляют туда. То есть они тоже туда не собирались, на самом деле. Таких очень много, пишут мне. Так вот, их всех надо менять. Вот этим составом наступление на крупные города, миллионики, производить невозможно. И понятно, что... Я-то это к чему говорю, что вот у нас сейчас так называемая вот эта выборная процедура, да, имитирующая выборы, вот после нее будет жесть. Я прям в этом уверен. Я не могу точно сейчас сроки назвать, но думаю, что весной, ну, в крайнем случае, в начале лета, будет новая волна. Новая волна. Отпустят цены, потому что у них сейчас из-за того, что цены на нефть падают, у них большой дисбаланс в бюджете следующего года будет. Они слишком много заложили на оборону, 11 триллионов, почти двукратный рост в прошлом году, а доходов нет. Как доходы, соответственно, получить? Да только цены отпустить. Тогда бюджетные обязательства, они девальвируются сами собой. То есть за счет народа все это сделать. Просто напечатать денег, цены в магазинах повысятся. Но обязательства будут выполнены таким образом. Так что я думаю, нас ждут очень плохие времена, и об этом надо говорить. Ну, это просто так не пойдет. Вспомни даже 18-й год. Что было после последней победы Путина? Тут же была пенсионная реформа. Не-не-не. Первое было это переназначение Медведева. Да, да-да. То есть люди рассчитывали... Это прям первый плевок в лицо был. Но новые лица будут, что вот как-то все поменяется. Нет, тут же Медведа переназначили. Дальше пенсионная реформа, повышение НДС. Но мы там про повышение коммуналки, цен, мы там уже это не говорим. То есть пенсионная реформа. Ну, тут у нас еще подбирается новая пандемия. Вот это дышащая рана, как бы, да, до сих пор. Я смотрю на своем канале, по крайней мере, по комментариям. Пенсионная реформа – это то, что наибольший удар нанесло по людям. Вот это в долгосрочном режиме, это вот прям кровоточек. Потому что действительно люди ждали, я по-знакомым по-многим знаю, выхода на пенсию, потому что пенсия как добавка к зарплате, как избавление некоторое от абсолютной нищеты. А сейчас все это убрали. Эта пенсия была не как пенсия в Европе. И он в Турцию ездил. Там немецкие пенсионеры. Обычные пенсионеры ходят. У нас из России много людей. Очень много в Турции. Но это все работающие. Работающие с детьми. Молодежи, пенсионеров там нет вообще практически. Это вообще единица. А из Германии нормально. Пенсионер приехал там, целый месяц живет. Там нет ресурсов практически природных. У нас куча ресурсов. У нас пенсионеры с помоек побираются. А там шведский стол для пенсионеров. Понимаете? Возможно. Почему так? И будет еще хуже. Вот в чем дело-то. Цены еще повысятся. Ему же даже на прямой линии пенсионер один задавал вопрос. Вот вы там пенсию подняли на 5 или на 7 процентов. А ЖКХ растет на 11. Ну как так будет? У нас повышение пенсии съест все ЖКХ. То есть только один ЖКХ съест эту пенсию. А как остальные? Как еда? Какое-то лекарство. Лекарства вообще на 25 процентов поднялись. Одежду еще какую-то надо купить. А Силуанов говорил, что еще по миру путешествовать можно будет. Силуанов, вы помните? Я помню, была история, когда на Дальнем Востоке Камчатка, кажется, или Сахалин, журналистка зачитывала новости. И там пособие для пенсионеров повысят на 150 рублей. Этого должно хватить и на питание, и на проезд. И она стала так смеяться, что это разлетелось по интернету. Потом ей пришлось увольняться и искать другое место работы. Ну, тут понятно. И смешно, и грустно все это, да? Ладно, слушай, мы рассмотрели только двух кандидатов. Значит, Слуцкий и Путин. Как тебе Дунцова? Я видел, ты даже опрос у себя замутил. Спрашиваешь людей, стоит ли ее поддержать. Да, на данный момент результаты примерно следующие. Четверть считает, что да, из моих подписчиков. Четверть нет, половина не знает, кто такая Дунцова. Ну, ожидаемые примерно результаты, потому что я и сам в сомнении, если честно. Потому что, с одной стороны, кандидат говорит о том, что нужно завершать так называемую СВО мирными переговорами, чтобы прекратить кровопаралитие. При этом она не позволяет себе каких-то грубых высказываний в отношении российских военнослужащих. Ну, к сожалению, многие либералы себе это позволяют. И, ну, там много минусов. Во-первых, как бы организационно. Есть вопросы, конечно. Потому что, если ты на такой пост выдвигаешься, лучше заранее как бы договариваться с лидерами общественных мнений, чтобы они тебя в разных регионах поддержали, какие-то заявления заранее сделали. Ну, по крайней мере, одновременно с тобой, чтобы это выглядело впечатление, что это вот все на ходу было. Слушай, я у нее взял интервью, что называется, пока это еще не было мейнстримом, это сейчас у нее уже взяли интервью эти там Каци, Шихман, иностранные агенты, все у нее уже берут интервью. Я успел чуть-чуть раньше этой волны. Я подумал, что о ней вообще никто не узнает. Я не думал, что настолько будет ей много поддержки. Выглядит это, на самом деле, как... Уж не знаю, что там, Ходорковский и не Ходорковский, но кто-то решил ей помочь, скажем так. Что интересно, вот... Она меня не знает, я ее не знаю. По разговору человек, ну, вот обычный человек, без готовности к чему-либо. Я не скажу президентам, но даже если бы она сказала, что она хочет стать губернатором, я бы с большим сомнением на это посмотрел. То есть, если это чисто социологический эксперимент, сколько человек проголосует за кандидата, а чисто потому, что она за мир, за переговоры, это интересно. Я думаю, даже Кремлю самому это интересно. Может быть, это Абрамовичу интересно у нас, главный по переговорам, который туда в Стамбул все время мотается, Абрамович. Может быть, я не знаю. Но вот у тебя сейчас, у самого, какие мысли, если говорить не об аудитории, а о тебе? Я и как юрист, и вы, с чисто человеческой точки зрения, всегда придерживаюсь, стараюсь придерживаться принципа презумпции невиновности. То есть, если не доказано напрямую, что кандидат договорной, относимся к ней, в данном случае к ней, как к добросовестному кандидату, которая пришла реально соперничать. Мой прогноз, что ей не дадут, то есть, она подписи, скорее всего, соберет, сейчас поддержка действительно неплохая, но ей скажут, что у вас подписи поддельные, и все. И никто ничего даже доказывать не будет. Ее не допустят до выборов. Так, а если ее допустят что-то тогда, какие ты выводы сделаешь? Ну, если допустят, тогда сомнения будут, да, что действительно это, возможно, и договорной кандидат. Возможно. Но, опять же, надо доказывать. Надо доказывать. Слушай, ну, а что значит договорной кандидат? Ну, все равно же ее не изберут. Почему? Ну, в конце концов, если понадобится, Путину просто через электронное голосование накинут 146%. А, слушай, ну, можно в белорусский сценарий тогда скатиться. Это опасно. Вот так вот в наглую-то кидывать. Не, ну, слушай, какой-то уровень поддержки-то у Путина в любом случае есть. Не, ну, я думаю, что какой-то это уровень 20%, которые вот прям за него пойдут по своей воле голосовать, еще процентов 10 они притащат бюджетников. Остальное они будут накидывать. Это если нормальный кандидат. Понятно, что если кандидатов нормальных не будет, соответственно, значительная доля оппозиционно настроенных избирателей не придет. все эти проценты, они умножатся на какое-то число. И тогда, в принципе, может, ничего сильно не потребуется. А если хоть проблеск нормального кандидата будет, которого люди хотят... Ну что, Тихановская идеальный кандидат, что ли, была? Слушай, почему... Я тебя понял. Почему Дунцова, а не Надеждин? Слушай, я про Надеждин, но он пока собрание не провел. Я пока не увижу от него. И к тому же, понимаешь, Надеждин, он слишком много прям засветился на федеральных каналах. Вот прям там больше оснований подозревать в аффилированности, скажем так, с кримином. Опять же, я не утверждаю. Я говорю, что с учетом того... Вот меня, например, один раз приглашали на второй канал, один раз на НТВ. И все. И больше сказали, что в вашей ноги у нас больше не будет. А почему что-то там такое сказал хорошее? А это еще начало пандемии было. Я тогда сказал, что маски тогда что-то втридорого продавали. Я им говорю, что почему маски не раздаются? Почему вы навариваетесь на жителях сейчас? И тогда эта тема была актуальная. И, соответственно, протестовал тогда против этих всех глупых антиковидных мер. Вроде там в парке не ходить, на скамейчиках не сидеть. То есть вот этот весь бред, который тогда применялся. И все. И у меня больше ни разу ни одного приглашения не было. Так что... А он прям ходит и ходит. Ходит и ходит. Ходит и ходит. И вроде даже что-то критическое говорит. Ну, то есть... Ну, не бывает это просто так. У Дунцовой такого нет. Так, еще кто-то из кандидатов тебя заинтересовал. Есть вот Иван Отраковский. Кого-то выдвинет КПРФ. Мы просто записываемся еще до съезда КПРФ. Как ты думаешь, кого выдвинут? Уже три новости сообщили, что было заседание президиума. Харитонова выдвигают. То есть на съезде предложат Харитонова президиум. Ну, понятно, что... Как ты думаешь... Что ты думаешь про Харитонова? Я про него знаю примерно ничего. Слушай, этот депутат, что о нем известно? Что он 30 лет в Думе сидит. 30 лет. Очень мало заметен. Широкой публике вообще неизвестен. О нем больше всего известен тот факт, что ровно 20 лет назад он участвовал в выборах президента России. Набрал огромные 13%. Разгромно проиграл Путину, естественно. И это было при однодневном голосовании, без ДЭК, с наблюдением, с нормальным относительно, да? То есть вообще в качественно лучшей ситуации, чем сейчас. И даже тогда он набрал 13%. Понятно, что ни единого шанса сейчас у него нет. Именно поэтому он сейчас и выдвигается. Ему 75 лет. То есть на его фоне 71-летний Путин не будет выглядеть стариком. Ну, таким прям явно, да? То есть будет человек, который еще древнее. И я почему так говорю, не в том смысле, что это возраст, при котором обязательно нужен... Ты знаешь, я вот два слова скажу. Когда я читал вот эти слухи типа из администрации президента, что Путин беспокоится за возраст, что надо кандидатов помоложе. Я думал, да не может этого быть. Но не может быть такой второстепенный фактор. Оказывается, может. Может. И почему сейчас к Дунцовой вот такое внимание? Потому что это свежее, молодое лицо. Понимаешь? К Надежде ему было такое же внимание, но он все-таки не настолько свежий. Он там мелькал на этих каналах, да? И поэтому к нему не сильно так. Именно этого боятся, что любой, в принципе, сейчас может. Ты там выдвинешься, понимаешь? Начнешь какие-то здравые вещи говорить про повышение пенсии, зарплат и восстановление медицины. И то, что мирные переговоры нужно, соответственно, чтобы отпустить мобилизованных. Ты в одну калитку Путина выиграешь. В одну калитку. Вот поверь мне, при честных выборах, даже при нечестных будет реальная борьба. Вот этого они и боятся. Не боишься ли ты, что по итогам выборов люди, которые будут пытаться что-то там участвовать, агитировать, собирать подписи, они еще больше во всем разочаруются и скажут, да пошли вы все вообще, ничего меня не интересует. Вон, как Евгений Ступин, сбегу из страны, да и все, что мне? Все. Конченая страна, скажет. Ну, давай так, я, во-первых, такого не говорил и не сбегал. Нет. Ну, ты же понимаешь, что все будет искажаться в любом случае, хотим мы этого или нет. Здесь вопрос в чем, что если люди... У меня разочарования в стране никакого нет. Я считаю, что у нас великая страна, великий народ, и который способен жить не хуже, чем народы Европы. Не хуже, это точно. А не делить там последние места вместе с Молдавией, Украиной по уровню бедности. И украинский народ, кстати, тоже. Так вот, сейчас люди, да, кто-то может быть разочаруется. Но я не думаю, что сейчас кто-то сильно ждет от этой компании, что вот там реально Надеждин, Тунцов, Эльсуцкий, кто-то пойдет и выиграет. Да не будет такого, естественно. Люди соскучились по движухе. Просто хочется движухи. Вот это даже собрание группы 500 человек. Просто я участвовал в таких мероприятиях, да. И это просто ты собираешься с единомышленниками. Это же такая энергетика. Это вот ты просто подзаряжаешься просто чем-то. У тебя какие-то... Ну, ты понимаешь, что ты не один в этом мире. А сейчас, когда невозможны митинги там, за пикеты люди боятся выходить. Такие собрания, это просто как глоток свежего воздуха для многих. И дальше, соответственно, поучаствовать легально в агитации, в сборе подписей, где-то на каких-то летучках там. Для многих это, наоборот, все прекрасно понимаешь, что победой на выборах это не закончится. Но, тем не менее, это глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха. Ну, и к тому же мы же агитируем. Если ставить себе, конечно, говорить, что вот мы сейчас добьемся победы нашего кандидата, но нет, понятно, что тогда будет разочарование. А если мы говорим о том, что это мы используем для агитации, то, что мы с тобой сейчас прям делаем, просто это другие формы, это в том числе агитация на луше. Ну вот, Сергей Удальцов хотел праймерис провести. Благодаря многочисленным проверкам и общению с ФСБшниками праймерис проводить не решились. Сейчас вот вроде как его самого задержали на Красной площади после возложения цветов Сталину. Ну, возможно же, новые репрессии. Вот как тебя выдавили из страны, то есть тебе прозрачно намекнули, что за тобой скоро придут. Ты не хочешь сидеть, ты не Яшин, ты не Навальный, ты Ступин, ты уехал из страны и правильно сделал. В твоей ситуации, думаю, абсолютно правильно. Вот эта движуха, как бы ты объяснил, как избежать посадки для своих подписчиков, зрителей? Ну, слушай, тут же надо просто элементарную осторожность проявлять. То есть если вы участвуете в каких-то пикетах массовых, ну, как бы это риск, да. Если вы просто ходите, вот она, ну, то есть кандидат, если задает документы в цикл на регистрацию, да, и уже может подписи собирать. Все легально здесь, ну, все-таки вот совсем беспредельных задержаний у нас мало, вот прям мало, серьезно. Они все это так или иначе подводят под свой закон. Закон понятно какой. То есть он, это цензурный закон. Особенно вот эти дискредитации, фейки, это почти каждого, да, можно. Но вы же во время агитации этого особо не касаетесь. Не касаетесь. Вы говорите просто про мир. Мир это не то самое, здесь нет ничего дискредитирующего. То есть я больших рисков здесь не вижу. Надо определенную сторону. Сильно рискую, сильно прям рискую. Это, конечно, инициативная группа. Там могут вот прям, наверное, на ровном месте что-то выдвинуть. Я имею в виду те, кто вот прям ближний к руке. Ну, Тунцовый той же, да. Ну, или кто и независим. Может, у Надежды, если он там будет активно прям работать. Работать не по заданию. Вот ближний круг рискует. Ну, сам кандидат, естественно, сильно рискует. А рядовые активисты, я думаю, ну, это разумный риск. Разумный. Он тоже есть, но он такой, нормальный. В Мосгордуме Шапошников предложил на государственном уровне принять закон о том, чтобы иностранство, иностранных агентов вышвырнуть из законодательной власти. Он это объяснил тем, что иностранные агенты Евгений Ступин, Дарья Беседина и Тимонов от «Яблоко справедливой КПРФ» заседали в Мосгордуме. Поэтому, короче, ух мы их. А ты не думаешь, что сам Шапошников как раз писал на вас доносы? Потому что, мне кажется, он такой персонаж очень специфический. Ну, я даже не сомневаюсь в этом. Вот когда меня пытались лишать статуса адвоката, в адвокатскую палату письмо пошло за подписью заместителя министра юстиции федерального Бесхмельницына. Но Бесхмельницыну направили материалы из Думы для всего этого. То есть, да, он пытался. Просто они хотели сделать это вот совсем красиво, типа конфликт интересов, чтобы даже не своими руками, типа не получилось. Сейчас пытаются некрасиво делать. Поэтому, когда сейчас в дистанте проводили отчет Собянина, это был первый отчет, когда он даже на вопросы не отвечал. Ядросы так подкорректировали регламент. Так меня даже не подключили. Причем не отсюда, где я нахожусь, с компьютера, с ноутбука рабочего, ни помощникам из Думы, с домашнего, из Думы не дали подключиться. Говорят, что-то там сервер перегружен, не получается, извините. Это для чего делается? Чтобы, типа, я полгода отсутствую на заседании, и меня можно убирать из депутатов. То есть вот так вот грязно готовится уже мое исключение из депутатов, понимаете? При этом надо напомнить, что, по-моему, в этом году, в этом или в прошлом, в этом, депутат Единороссов Артемьев, он космонавт, и он из космоса подключался. Шапошников очень гордился, что их техника позволяет из космоса подключать депутатов в Думе. А с рабочего компьютера в Думе не может подключиться. Там все перегружен, понимаете? Вот так. Ну, к сожалению. Некая комичность клоунада свойственна нашей политике и Единой России в особенности. Слушай, тягостные-тягостные мысли преследуют меня по результату нашего разговора. Ну, хорошо, давай напоследок. Я снова тебе, как одному из лидеров пацифистских мнений, задам вопрос. Как же Зеленского-то усадить за стол переговоров, если он рогом упирается и не хочет? Какие будут условия? Как ты себе это видишь? Ну, я думаю, что если как усадить, прям вот, чтобы заставить, если он не хочет, ну, понятно, через Соединенные Штаты, через Китай. То есть, соответственно, я думаю, что если бы Путин реально захотел мирных переговоров, вот прям сильно, с Си Цзиньпином бы договорился по этому поводу, думаю, тому тоже это все, вот это все не нужно, это все СВО, потому что они заинтересованы в том числе в поставках пшеницы со стороны из Украины, да? А сейчас все это, понятно, невозможно. Ну, там много других моментов. Соответственно, Си Цзиньпин, Си Цзиньпин мы видели, несмотря на все заверения нашей пропаганды, отлично общаются с Байденом, просто превосходно. Там расторговка идет на раз-два. И вот было бы желание, договорились бы через Байдена, и Зеленский бы не пикнул бы. Но если даже формально у них там этот декрет о том, что с Путиным переговором не вести, ну, Лавров бы приехал вместо Путина, подписал бы какой-то документ, никаких проблем бы не было. То есть даже этот их декрет можно легко юридически обойти. Они это все прекрасно знают. Это все знают. Это так вот для медиа, вот этот декрет был подписан, сейчас используется для медиа Путина. Но все прекрасно знают, что его фактическая сила нулевая. Это вопрос желаний, реальных желаний. Заканчивается год. Лучшие вещи года, худшие вещи года. Итоги от Евгения Ступина. О, ну ты мне так неожиданно прям. Это ж надо анализировать. Ну, худшее, что продолжается кровопролитие, безусловно. И конца и края тому мы сейчас не видим. И если так по годам посмотреть, то это очень плохо, что это уже годами все исчисляется, да. Это, наверное, худшее. Но из этого вытекает много другого плохого. Это снижение уровня жизни. Наши в целом какие-то кризисы с яйцами, с бензином, с курятиной, еще чего-то. И всего этого будет больше. Больше, к сожалению. Потому что никаких оснований думать, что у нас денег будет больше. Нет, у нас денег будет больше только на военные расходы. На содержание президента у нас повышаются расходы. А на людей нет. Людей нет. Это плохо. Хорошо то, что меняется общественное мнение. То есть мы видим по опросам, например, и Левада-центра, который российский ЛАС считает, правда, иностранным агентом, Рашенфилд. Большинство людей уже выступают за мирные переговоры. Большинство. А вот если в начале спецопераций до 80% были за СВО до победного конца, все, уже перелом произошел в общественных настроениях. И это надо учитывать, что сейчас с журналистами, с интервьюером, в принципе, мало кто хочет общаться. Люди боятся репрессий. А если реально общественное мнение, я думаю, оно будет еще больше в сторону пацифизма. Просто репрессии, все это... Но, тем не менее, диктатуры, если посмотреть, восточноевропейские диктатуры, азиатские, американские, южноамериканские, я имею в виду, они все падали в основном после того, как был широкий общественный протест. Не надо рассчитывать, что, как мне иногда в комментариях пишут, ждем Ленина. Да ничего, Ленин даже если появится новый, он ничего один не сделает. Без широкого протеста, без широкого общественного мнения, которое поддержит изменения. И наша задача – формировать это общественное мнение. И оно потом выльется уже в те требования власти, от которых оно не сможет уклониться. А ты видишь какие-то признаки того, что это начинает проявляться, формироваться? Ну, я вот говорю... Помимо соцопросов. Помимо соцопросов, мне же люди-то пишут. Если вначале от меня прямо отписывались люди за мою позицию с критикой решения Путина в начале СВО, прямо отписки были. Я помню, в феврале 22-го года. Сейчас ничего подобного нет. Мне пишут бойцы СВО, мобилизованные пишут, жены их пишут. И все поддерживают. Я ни от одного бойца еще не слышал каких-то упреков, что ты какую-то ерунду говоришь. Да не было такого. Вот критики на диванах пишут. Я знаю таких. Прямо лично знаю. Они приходят, и вот у телевизора сидят, болеют, говорят, за войну. Войны побольше, вперед. А это какого возраста люди? Что это за люди? Люди, которые, как правило, как-то зависят от государства. Где-то они либо на каких-то госконтрактах, либо вот что-то. Смотрят телевизор. И люди с невысоким уровнем образования. Которые хотят хоть чем-то гордиться, да? Ну да. Да, они не то, что даже не гордыня. Тут, наверное, просто то ли не желание, то ли не способность разбираться в ситуации. То есть фильтровать источники информации, фильтровать вот эту пропаганду, которая рьется круглосуточно. Это сложно, на самом деле. Неподготовленному человеку, я понимаю, я даже не упрекаю, я не ругаюсь с ними. Это сложно, реально. Человек никогда политикой не занимался. Политика к нему постучалась очень сильно в дом. А у него не развито критическое мышление по отношению к тому, что льется с телевизора. Поэтому сложно, поэтому это все изменения, вот эти все происходят у кого-то через, к сожалению, смерть близких. У кого-то, мне недавно написал член КПРФ один, говорит, я социалист, я пошел на СВО, но сейчас я понимаю, что я в капиталистической бойне участвую, и что здесь никаких интересов трудящихся и речи нет о них. Интересы трудящихся в том, что трудящиеся оказались на фронте, и у них особое положение, им нужна помощь, просто потому, что они простые люди. Слушай, пожелание твое? Пожелание не терять оптимизма. Почему? Потому что сейчас кажется все беспросветно для многих, это факт, но на самом деле, если вы работаете, у вас есть на что жить, вас там не посадили еще, вот вы сейчас наш YouTube смотрите, это уже неплохо, текущая ситуация, уже неплохо. Надо сохраниться, не надо сейчас лезть на рожон, сильно, но при этом желательно мягко и последовательно переубеждать сомневающихся, разговаривать с ними в доверительном тоне и рассказывать, что происходит на самом деле. Вот это пожелание, и главное помнить, что то, что вы в принципе сейчас физически как бы ваши дети там целы, дай бог, и родственники в целом, это уже большое достижение, этому надо радоваться, не надо это недооценивать. В текущей ситуации, то, что вы избежали того, что не смогли избежать семьи мобилизованных, это уже сегодня большое достижение. Дорогие друзья, подписывайтесь на ресурсы иностранного агента Евгения Ступина, Женя, дай бог, еще свидимся и вживую, ставьте лайки, друзья, пишите комментарии, подписывайтесь, вместе мы села, вместе мы все преодолеем и победим. Женя, до новых встреч. До новых встреч, Павел, до свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok